Всем привет, с вами снова Юлиан и это канал РССКОМОДУЛСС. Сегодня тест и обзор на мою новую гонку для полета во дворе. Весом 20 грамм. Вообще 19, но я у него сюда антенну получше, поэтому 20. Соберем, настроим, полетаем и скажу, стоит ли своих денег эта мелкая штуковина. Стоимость сейчас на сайте около 98 долларов, но кому зайдет данный квадрик, есть в описании ссылка с моим купоном, который будет действовать до конца июня месяца. И с моим купоном цена составит от 84 до 86 долларов. Погнали! Поставляется квадрик в такой несчастной коробочке и, к моей радости, в разобранном виде. Для любителей что-нибудь собрать самостоятельно, по-моему, замечательный вариант. В комплекте сам полетный контроллер, пропеллер, сколько пар, 4 пары, отвертка шестигранник, резиночки для аккумуляторов, конопа, 4 моторки. Камера в комплекте идет ранкам, сама рама и какая-то инструкция. Впрочем, тут у нас ничего интересного. Вначале необходимо что сделать? Прикрутить моторы к раме. И обратите внимание, что есть моторы, которые помечены красным маркером на коннекторе, а есть без. То есть это заранее уже задано правильное вращение моторов при подключении к полетному контроллеру. Как подключать? Ну, по ходу, как я понял, судя из инструкции, тут об этом не написано, но вроде как видно, что с метками это у нас второй и третий мотор. Определяемся, как у нас будет установленная рама. Например, вот у нас будет перед, то есть без метки, с меткой, с меткой, без метки. Готово. Приступаем к полетному контроллеру. Неплохой полетный контроллер в комплекте. Это Crazy B F405 Lite уже с видеопередатчиком на борту и в данном случае у меня с приемником FreeSky. Устанавливаю полетничек на раму. Есть в комплекте мети за все необходимые фурнитура. Четыре длинных винтика необходимо нам выбрать. Установить в посадочные отверстия и зафиксировать гаечкой. Кстати, почему здесь металл используют? Могли бы и нейлон использовать. Там каких-то несчастных полграмма еще бы сэкономили. В комплекте, кстати, есть и шестигранник, и отвертка, но я тут своими пользуюсь. Более удобными. Плохо, что коннектор под видеопередатчик тут не впаян, а просто напрямую припаян отрезок провода на четверть волны. В принципе, все это дело, конечно, будет работать. Летать далеко не будем. Но я хочу немножко усовершенствовать, чтобы иметь более стабильный сигнал и качественный. Если был бы коннектор, просто бы подключил вот такую антенну. У меня есть на 5,8. Сейчас я еще сниму с нейтрому усадку, чтобы облегчить. Но так как нет, сейчас обрежу провод. Я аккуратненько припаяю. Покажу, как я впаяю данный провод. Не обязательно это делать. Это просто для себя такое улучшение. Так, готово. Смотрите, аккуратно зачистил оплетку, раздвоил надвое. Запаял оплетку по крайним контактам. Ну и, соответственно, на центральную желу к центральному контакту. Но работа, сразу говорю, очень тонкая и аккуратная. Демпферы одеваю на стойки. И потом устанавливаем полетничек вниз коннекторами. Соответственно, после подключаем моторы. Каждый свой коннектор. Все, готово. Далее займемся камерой FPV. Есть в комплекте для нее вот такой маунт. Необходимо прикрутить ее к маунту. Все также саморезы есть в комплекте. А далее устанавливаем ее в конопу. Я так понимаю, что проводом вниз вроде как бы. Судя по недоинструкции. Камеру подключаем в этот разъем спереди. И прикручиваем конопу. Остается надеть пропеллеры, которые идут в комплекте. Далее потребуется привязать приемник радиоуправления к аппаратуре. Кстати, ребята, у меня со стрима не использованы купоны с огромной скидкой на аппаратуру джампер Т-Лайт и на аппаратуру Т-16С. Также еще на Чичи есть огромные скидки. Поэтому, кто хочет себе купить маленькую аппаратуру или полноценную аппаратуру, успеть воспользоваться. Потому что там купон еще будет работать максимум неделю. Для работы нам потребуется выбрать протокол D8 FreeSky. Кнопка бинда где-то здесь я видел. Вот, кнопочка бинда есть. По идее, можно также забиндить через командную строку. Но я не уверен, что на полетнике будет это работать. Хотя, скорее всего, будет. Мне удобнее через кнопочку. Подключаю аккумулятор. Нажимаю на кнопочку бинда. И далее бинд на аппаратурке. Все, забиндилось вроде. Переподключаем. Проверяем. Да. Все. Все забиндено. Остается, что нам? Подключить аккумуляторы. Ну, а для полетов нам также потребуется еще аккумулятор. Я думаю, что оптимально будет аккумулятор 450 мА. Минимум, наверное, 350. Но тогда надо брать с очень высокой токодачей. 600-ки, наверное, будет тяжеловато для этого квадрика. И обязательно брать Hi-V. Если взять обычные такие аккумуляторы, хотя они сейчас редко продаются в таком формате, 1S, то будет сильно падать мощность квадрокоптера, когда наполовину просадить аккумулятор. Поэтому только Hi-V, 450 мА примерно, и стокодачи хотя бы там 50C60, как это. Этого хватит. Давайте теперь посмотрим, сделаны ли настройки необходимые для полетов в Betaflight. По идее, он должен быть полностью настроен. Сейчас это проверим. Если что, поправлю пиды. И пойдем тестировать, посмотрим, как этот малыш летает. Из коробки полетный контроллер уже правильно настроен и фактически готов к полету. Единственное, что обратите внимание, что моторы настроены на вращение в реверсе. Я вначале неправильно надел пропеллеры, поэтому правильно надевайте пропеллеры для реверсного вращения. В остальном требует некоторой поправки в настройке и в особенности в настройке пид-контроллера. Те пиды, что настроены были из коробки, мне не понравились. Во-первых, летает как корова на льду. Сложно пролетать под различными препятствиями, сложно попадать в ворота. Также после резкого сброса газа квадрик постоянно сносило. Поэтому пиды я подстроил, установите просто как у меня. Рейты я установил по умолчанию. На них вполне себе комфортно летать. Наверное, сдам с моими настройками, я также добавлю в описание под видео. В остальном требует такие поправки, как в конфигурации. Установка 4 кГц по умолчанию за чем-то 8. Очень важно, кстати, для этого квадрик установить холостой ход более чем 15%. Иначе он у вас будет проваливаться при резком сбросе газа. То есть вот 1575 установил, вполне себе комфортно летать. Требует калибровки делителя сенсора тока. Я установил 1170 и вполне себе правильно показывает расход аккумулятора и ток. Пид контроллера я вам сказал. Да, кстати, настройки фильтров. Они просто по ходу были заданы по умолчанию. Вот мои настроечки. На них летают замечательно. Также приемник. Необходимо установить свою раскладку аппаратуры по стикам. По умолчанию первый газ установлен для FreeSky, Futaba, Hightech. Я установил свою раскладку. Также установите режим по своему желанию. У меня это Arm. Это есть стабилизация. Зачем-то не удалил. И также есть Flip Over After Crash. В корректировках завода установлено приключение RAID профилей. Но RAID профиль не настроен. Зачем этого сделано? Но фиг с ним. RAID все равно я использую помолчая. Но они вполне классно летают. Далее OSD установите по своему вкусу. Я установил вот следующее расположение. В общем-то и все. Можно идти летать. Сейчас покажу как гоняет данный малыш. А гоняет он вполне себе неплохо. Камера, которая идет в комплекте. Runcam. В принципе, для полетов на таком квадрике вполне себе неплоха. Видны все детали, провода, решетки и так далее. Но очень не любит смену освещений. Очень медленно реагирует на это. И самая главная беда. Это очень слабый динамический диапазон этой камеры. То есть, когда есть большая тень и яркая освещенность. То есть, ничего не видим. Ну, это и понятно для такой камеры. А так, в принципе, летать где-нибудь во дворе с нормальной освещенностью. То, что нужно. Вот я вижу отлично. Там любые веточки. Сейчас я вам покажу. Летаю под проводами. То есть, в принципе, все видно замечательно. И даже в помещениях видно хорошо при нормальном освещении. То есть, когда она подстраивается. Но вот не любит она смену освещения. Ну, это и понятно. Это мелкая камера РНК. Она была в формате и в нано. Теперь в этом в микроформате, в микро-нано формате. Так, давайте покажу, как он гоняет. Кстати, запаянные антенны. Вполне себе стабильный сигнал. Вот сейчас покажу, как он гоняет. Видите, как он шустрый. Это я еще не дал газу. Так, какой-то у меня пропеллер уже немножко согнут. Я падал пару раз. Вот так он гоняет. Можно даже и флипать нормально без провалов. Без ничего. Мощности моторком хватает. Вполне себе. То есть, можно очень-очень весело вот так гонять. Ох, у меня здесь скоро будет большой сад. Прикольно будет между деревьев летать. То есть, вот так вот гонять дома супер. Да, у меня какой-то пропеллер кривой надо поменять. Я пару спадал, пока настраивал пиды. Видно, что появились вибрации. В любом случае, это микро-ран-камера. Она подвержена желешке, даже при небольшой вибрации. Поэтому это нормально. Видите, вот провода видны все. Можно вот так себе свободно гонять. И очень весело. Для дома, для дворов вообще супер вариантик. Единственная проблема к этих квадрикам я в конце видео уже расскажу. Ну, а это стандартная проблема всех этих квадрокоптеров. Он легко меняет свое положение в пространстве. Меняет траектории быстро. То есть, в принципе, ну, очень кайфово летать. Не скажешь, что это какой-то там мелкий синевуб несчастный, там с недостаточной емкостью. Летает очень хорошо. Ну, и, в принципе, можно и плавно полетать, преодолевая различные препятствия. Пролетая под скамейками и так далее. Давайте попробуем. Я к нему еще и не сильно привык, но все же можно уже летать. Под скамейки себе запросто. То есть, вот такие туры можно делать. Вот, в принципе, сейчас немножко пасмурно. Свет рассеянный и очень хорошо видно. Вчера летал здесь вечером. Вот. И была разная освещенность. Здесь была тень. Там солнце. И очень было тяжело летать, например, вот в этом месте. А так, в принципе, вот рассеянный свет. Камера вполне себе неплохо работает. И, кстати, вот на этом аккумуляторе. Это я гоняю сейчас на аккумуляторе 450 мА от Betafly. Сколько я там сейчас? Ну, половину емкости уже сожрал. Летает, в принципе, вполне себе нормально. По-моему, больше, чем 5 минут летает. Сейчас мы посмотрим. Я этот кумчик вылетаю вот в таком переменном режиме. И в быстром, и в плавном. То есть, вполне себе 5 минут всегда у вас будет. И обратите внимание, что, кстати, очень необычно для подобного контроллера. Обычно всегда у них очень быстро отваливается управление, телеметрия. Всегда ругается. Тут еще ни разу у меня аппаратура не ругалась. Давайте попробуем залететь, чтобы она все-таки поругалась на потерю телеметрии. Но работает замечательно. Он сейчас залетит из-за дерева. Ну, должно же ругаться. Нет, очень стабильное радиоуправление. Что-что. У меня уже видео пропадает, но управление стабильное. Это очень необычно для этого формата. Опа, задел. Давайте догоняю аккумулятор. Не, ну очень классно, весело гонять. Вот для дома, наверное, супер аппарат. Пару. Возьму себе еще, наверное, парочку аккумуляторов. У меня всего лишь два. Быстрый ВК. Ты же вот так, утром пока пьешь кофе. У меня здесь на площадке под навесиком. Можно и подлетнуть. Для своего удовольствия. В стабе тоже неплохо летает. Ну и я стаб... Да, я настраивал стаб есть. Можно, в принципе, стаб включить, но не вижу в этом смысла. Мне нравится летать в акро на нем. Мощности достаточно. Всего достаточно. Там, где... Так, не попал. Там надо быть аккуратным. У меня щеночки. Моей Голди. Камеру задрал. Я, по-моему, слишком неудобно летать на таких малых скоростях. Попробую еще раз. Да, какой-то пропеллер у меня, ну, очень кривой. По-моему, это у меня левый. Даже вижу. Когда ее... Ну, ничего страшного. Это не для видеосъемок. Это для таких шустрых полетов во дворе. Он этот... Ох, чуть не выпал в провод. То есть гоняет он, блин, ну, очень весело. Можно залететь даже в управление городского совета. Сейчас посмотрим. Потеряется связь или нет? Никого нет. Все на обеде, что ли? Залетим к ним. Нет, никого нету. Все или сегодня уже ушли. Хотя обед прошел, да. Но меняет территорию очень быстро. Потому что запас мощности хватает. Для такого легкого веса этих моторчиков, ну, вполне. Давайте еще немножко... Трофи Дискавери на нем. Сейчас к нему еще привык. Но вообще можно будет такие вещи на нем творить во дворе. Так, и того уже порядное время... О, уже больше пяти минут. И аккумулятор... Ну, в принципе, да, уже почти все. Вот еще буквально чуть-чуть осталось. Чувствую, что теряется уже мощность. Вот, уже теряется мощность. Все. А если были обычные аккумуляторы, не хайви, то вообще уже полетать было довольно-таки сложно. Опа, да. Антенка задела. Мощность уже все. Ну, да вылетаю. Мне интересно, сколько там. Четыре. Три сорок. Еще можно немножко полетать. До три и три, чтобы не убивать эти аккумуляторы. В принципе, все. Не, ну, смотрите, шесть минут вполне достаточно. Оп. Вполне достаточно. Смотрите. Полетное время, ну, практически шесть минут. И при этом это был очень активный полет. Минимум растяется 42%. Максимум ток 8 ампер. То есть, вполне себе неплохо. Подводя итоги. В принципе, довольно-таки неплохой мелкий квадрик. В особенности, если покупать с купоном. Там за 84-86 долларов. Потому что полную стоимость отдавать. Ну, за такую мелочь. За такую мелкую дрянь. Ну, как бы, такое дело. С купоном вполне себе неплохо. Да, вот у меня кривой пропеллер. Я его согнул. Он весь у меня даже грязный. Вот, при прошлых падениях. Неплохая комплектация. В принципе, неплохой видеопередатчик встроенный. Вы видели постоянно стабильный сигнал. Но, опять же, это связано с тем, что я припаивал внешнюю хорошую антенну. С тем проводом, что был припаян до этого. Я не думаю, что была бы такая хорошая связь. Очень порадовал встроенный приемник радиоуправления. Ни разу у меня даже телеметрия не ругалась. Вот, летал за всеми там деревьями. Препятствуем. Вы видели, пропадает видеосвязь. А управления нет. А это очень важно для таких мелких квадриков. Потому что где-нибудь потеряешь его в траве. Потом замучишься искать. Да, кстати бы, пищалочку сюда неплохо впаять. А контакт для пищалки вот есть. Потому что упадет в эту траву. Вы просто замучаетесь искать. В особенности, где-нибудь в парках. Пищалка обязательная. Тем более, запасы мощности и прочности нам вполне себе хватает. Чтобы какую-то несчастную пищалку там дополнительно впаять. Таскать с собой. Не будет это лишним. Ну, никак. Летает довольно-таки приличное время. На аккумуляторе 450 мА. Под 6 минут. Это очень хорошо для такого класса. При этом летаем шустро. Единственный минус. Его, в принципе, как и у любого квадрика в подобном классе, на подобных моторах. Это, собственно, сами моторчики. Да, они у нас бесколлекторные. Они очень мощные для этого размера. Да. Но, вот допустим, какие эти моторы. Пока я вот налетал. Ну, люфта еще пока нет. Но моторчики здесь валы на втулках. Поэтому, рано или поздно, тут появляется люфт. Казалось бы, не страшно. Но, когда у нас будет люфт, у нас будет ротор цепляться за якорь. Мотку. Вот. И он просто перестанет стартовать. Надо будет подгазовывать резко, чтобы он раскрутился. Где-нибудь в полете, кстати, когда забросите газ, также может остановиться мотор и потом не запуститься. То есть, это проблема такого класса. Есть у Betaflight моторчик, я знаю, на подшипниках в этом размере. Но, там подшипники из-за того, что очень мелкие, так же быстро разбиваются. Поэтому, фактически, тут эти БК моторы, такой же расходник, как без коллекторной моторной, такие же расходники, как и коллекторники в этом размере. Только гораздо мощнее. Для этого квадрика они, кстати, продаются отдельно, как допы. Что моторы, что конопы, что даже камеру, я видел, уже продают отдельно. То есть, все допы для этого квадрика, в случае чего есть. Ну, вот, готовьтесь к тому, что, в принципе, там, не налетаете на этих моторах более чем, не знаю, там, часа, два, три. Потом придется все равно менять какие-то из них. Не могу сказать точно, это надо реально потратить время, чтобы посмотреть, за сколько здесь износятся эти моторки. Но пока, полетав, люфта нет, нет, но у одного есть. А, у них у всех есть вертикальный продольный люфт. Да, это нормально. А вот поперечного бока нигде вообще не ощущается. Ну, я и током не летал, там, подстроил пиды, бросил, упал и сейчас полетал. В общем, такая веселая штукенция. Кому понравилось, ставим лайк. А также, не забывайте, что есть мой купон, который будет действовать до конца июня месяца с хорошей скидкой на данного мелкого малыша. Пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...